Всем привет, друзья! С вами снова Беркли и в этом видео я сделаю обзор на опрессор МК-3. Да, это возможно не опрессор МК-3, но мне бы хотелось верить, что это так, потому что я ждал в обнове, что выйдет и новый опрессор GTA Online, МК-3, ну а он, к сожалению, не вышел. Поэтому, ребята, мы его сами установим себе в GTA-шку и сможем с ним поиграть. Здесь функции будут такие же, там здесь будет буст, здесь будет стрельба обычными пулями, ракетами и тому подобное. Также хочу сказать огромное спасибо подписчикам, которые подключили спонсорские подписки на канале. Большое вам спасибо за поддержку. Также, если вы хотите получить доступ к каким-то эксклюзивным видео, туториалам и тому подобное, тогда можете тоже подписаться на спонсорскую подписку. Давайте для начала перейдем к установке и потом перейдем к концу видео к обзору. Для того, чтобы установить данный мод, я оставлю на него ссылку в описании. Переходим, загружаем его с этого сайта. Как видите, такой у нас крутой опрессор. Скачиваний здесь довольно-таки много, я надеюсь, он вам тоже понравится. Также скачиваем OpenIV, загружаем его с этого сайта. Потом нам понадобится скрипту 5, скрипту 5.NET, скачиваем еще. Также нам понадобится конфиг версии, загружаем. Также packfile.limitadgester и heapadgester. Тоже загружаем их с этого сайта. Ну и на последок нам понадобится меню трейнер, с его помощью мы сможем заспаунить этот опрессор. Тоже загружаем его с этого сайта. После того, как мы все загрузили, переходим, нажимаем показать папки. И открываем корневую папку из нашей гиташки, где она у нас находится. Steam Library, Steam Maps, Common Grand Theft Auto. И сюда, где у нас ярлык нашей GTA, копируем сначала самые легкие файлы. Если вы уже устанавливали карпак, который я показывал в предыдущих видео, можете некоторые файлы отсюда пропускать. То есть перематывать к установке самого мода. Но я показываю также для тех, кто хочет первый раз установить машину, поэтому полную установку. Открываем скрипту 5 обычный, bin, dinput8.dll. Закидываем его в ярлык, перебрасываем. Также копируем скрипту 5.dll сюда. Я заменяю, потому что они у меня уже есть. Потом меню трейнер, копируем вот эти вот ребята все файлы. Я пропускаю, потому что он у меня уже есть. У меня там некоторые настройки сохранены. Потом хипо-джайстер, копируем эти два файла. Тоже закидываем их сюда. Потом копируем пакфайл-лимит-джайстер. Вот эти вот два файла, это все мы копируем в корневую папку из нашей киташки, туда где ярлык. Потом копируем еще скрипт 5.net. Вот эти вот ребята все файлы закидываем сюда. Тоже я пропускаю, потому что он у меня уже есть. Файлы, которые мы скопировали в корневую папку, можем удалить, чтобы они нам не мешали и не путались при установке. Удаляем их. Осталось установить сам опрессор. Я его называю опрессор, потому что это что-то такое космическое. Но это на самом деле не опрессор. Запускаем Open4 для установки этого мода. Нажимаем продолжить и еще раз продолжить. Принимаем все условия, соглашаемся, скачиваем 19-мобайт файла. Наша программа устанавливается. Далее она активируется и запускается. Появляется ярлык на рабочем столе. Запускаем ее. Нажимаем OpenIV. Нажимаем здесь Windows и указываем путь к нашей гиташке. Где она у нас находится, Grand Theft Auto и выбор папки. Видим, ребята, у нас версия 2060. Открываем конфиг для версии 2060. Вот он. Копируем сток трафик. 2060 это последняя версия стима. Обновленные. Но если у вас здесь версия другая, там 18 или 1180, зайдите в Older Version и скопируйте конфиг для своей версии. То есть здесь есть все версии. Важны только эти цифры 2060, то есть первые вот эти вот четыре, которые вместе. Другие цифры, не важно. Распаковали. Также кто устанавливал ранее карпак, который я показывал, то можете Game Config пропускать, то есть не устанавливать его. Нажимаем продолжить. Еще раз продолжить. Активируется наша программа и сейчас перейдем к установке самого опрессора. В принципе, эта штука полезная, интересная, такая космическая. Мне нравится, поэтому я решил ее тоже установить себе. И давно, конечно же, хотел снять этот мод. Программа наша запускается. Далее после запуска она активируется и здесь нажимаем нет, спасибо. Нажимаем редактирование и нажимаем да. Переходим в инструменты, аси менеджер и проверяем, чтобы все было установлено. Если что-то не установлено, нажмите установить и нажмите там да, чтобы все установлено было. И закройте. Теперь переходим к установке нашего мода, то есть опрессора. Открываем этот файл. WinSav, Unmods. Открываем последний этот Boost плюс Glider. Это с возможностями его. DLC Packs. Далее переходим по следующему пути в OpenIV. Update. X64 DLC Packs заходим. Открываем любой DLC RPF и копируем его в папку mods или показать нажимаем. Нас перебрасывает в папку mods, где находится наш DLC Packs. Нажимаем потом на него и здесь у нас будет тот один архив, одна папка или больше модов, если мы больше устанавливали. Сюда просто закидываем наш USF Mod, который мы скачали. Скопировали, переходим в GTA 5, потом Update, Update RPF. Нажимаем здесь копировать или показать папки mods. Нажимаем показать, потому что у меня скопировано ранее. Видите, у нас перебросило папку mods. Потом Common, Data. Ищите здесь вкладку DLC List. Нажимаете на него редактировать. Переходите в самый низ. Далее открываете здесь, в этом архиве есть вкладка текстовый документ. Копируете эту строчку, которая здесь вот, смотрите, вот эту вот строчку. Копируете ее и просто вставляете ее сюда. У меня она уже есть, то есть я просто вставляю ее сюда. Если у вас нету, то конечно же просто возьмите, нажмите здесь Enter и вставьте ее сюда и сохраните. И закройте. Наш мод установлен, осталось скопировать конфиг. Конфиг копируется тоже сюда, где DLC List. Вот, просто берем и перебрасываем его. Повторюсь, если вы устанавливали карпак, который больше там на 1600 машин, то не обязательно устанавливать дополнительные файлы, которые я показал в этом видео. Кто устанавливал карпак, вы просто копируете себе этот мод. Если вы хотите его установить, USF, просто закидывайте его в DLC List, прописывайте строчку и в DLC Packs. И все. Выключаем редактирование и закрываем это все. Запускаем нашу GTA. И вот, ребята, запустилась наша GTA. Для того, чтобы заспавнить этот мод, просто нажимайте клавишу F8 на клавиатуре. Это запуск меню трейнера. Если он у вас сразу же не запустился, нажмите два раза. Потом перейдите в WC options, управление стрелками и выбор Enter. WC spawner. И здесь вводите вот снизу, переходите в самый низ, Input Model есть. И вводите здесь английскими буквами USF BKA. Вот так вот ввели. USF Bike A. Вот. И Enter. Вы видите, ребята, он у нас заспамнился. Такой крутой опрессор. Ничего себе. Он наденет еще какой-то шлем, да. Да, он по сути есть как мотоцикл едет. Давайте сразу же изменим здесь его цвет, потому что цвет мне не очень такой нравится. Я сейчас зайду в Paint. Вот металлик. Поставим какой-то красный. Вот как там на скринах вот этих, которые мы смотрели. Вот, в принципе, этот обычный Red, который нормальный. Вот. Ребята, посмотрите вот. Просто посмотрите. Вот это как оригинальный опрессор какой-то. Возможно, это и есть какой-то прототип опрессора, который, ну, будет, возможно, в дальнейшем в GTA. Просто он выглядит намного круче, чем обычный опрессор. Вот. Это какой-то апдейт. Ну, понятное дело, что это мододелы так сделали. Вот. Но, видите, вот он не касается, он земли. Вот. Все нормально работает. Давайте посмотрим от первого лица. Вот. Есть у нас там спидометр. А ну-ка, просто шлем ее на дел, поэтому не очень вот темно слишком. Вот. Видите, вот от первого лица. Есть прицел. Давайте заодно протестируем оружие здесь, какое у нас есть. Так. У нас есть пулемет. Потом есть ракеты, как бы самонаводящие. И ракеты без наведения. А ну-ка, давайте-ка стрельнем куда-то. Вот туда. А ну-ка, сейчас вот так прицелимся. Пошла. Да. Ничего себе, ребята. Так. Сейчас у нас тут кто-то нас решил пострелять. Мы вот так вот сейчас делаем. Видите, ребята. Ну, в принципе, это отличная замена для тех, кому надоел, как бы, обычный опрессор. Так, я сейчас посмотрю ракеты с наведением. Протестируем их. Так, как этот. Ну-ка. Вот ты вот. Сейчас. Нужно какой-то автомобиль, чтобы он за нами погнался. Поэтому тогда будет наводиться вот эта ракета. А так он не наводится, как бы. Самонаводящие. Ну, а чтобы вот... О, вот видите, вот там есть уже наводка. Смотрите. Основились. Пошла ракета. Еще одна. В принципе, видите, все работает. Но самое главное здесь это то, что вот как его поднять на высоту. Управление здесь, вот видите, вы можете его вот так вот поднять. То есть, контр или, ну, управление, как на обычном мотоцикле. Но ему немножко не хватает, чтобы взлететь. Вот, смотрите. Для того, чтобы взлететь, нажимаете клавишу E. Вот так вот нажали. И смотрите, полетел, ребята. Полетел наш опрессор. Потом еще сейчас заценим, умеет ли он плавать или нет. И так себе регулируете контр. И вот можете вот так вот себе летать. Но понятное дело, что мощность заканчивается. И он потом как бы падает. Вот нужно приземлиться. Там несколько времени там поехать. Вот так. И потом снова нажать E. Это как бы как обычный этот опрессор. Рокет, который МК-1. В принципе, функции такие. А в целом выглядит как какой-то МК-3. Давайте-ка сейчас потом еще ночью посмотрим. Давайте-ка я сейчас отправлюсь вот на воду. Посмотрим еще на воде, как он смотрится. Главное его не утопить. Сейчас посмотрим, как он по воде будет ездить. Потому что МК-3 тоже как бы он воды не касается. А ну-ка этот посмотрим. Ничего себе, ребята. Он что, по воде едет? А нет, ребята, он тонет. Он тонет, смотрите. Он, получается, тонет. Или нет? Или это здесь слишком вода такая мелкая? Давайте-ка вот сюда поедем, посмотрим. Интересная штука, по сути. Вот я вот так, чтобы его не утопить, далеко ехать не буду. Да, ребята, я его, походу, утопил. Но нет, вот он тонет. Но мне удалось как-то вырваться оттуда. Из воды. То есть, работает он как МК-1. Вот, а летает там и так дальше. Это все как МК-3 какой-то. Интересно была бы такая замена. Вот если бы добавили в GTA Online. Думаю, прикольная штука бы получилась. Просто, ну, мододелов, как бы, возможности у них ограничены. Они могут сделать такие аналоги, как, ну, на движке от GTA. Они не могут там добавить какие-то новые там ракеты, чтобы они летали. Да, вот. То, что уже есть в GTA, они добавили сюда. Но сам корпус, это все вот очень мне нравится. Такая моделька получилась. Ну, в целом, он очень хорош такой. Этот опрессор. Ну, это даже не опрессор, это штука из будущего. Такая, возможно, из какого-то фильма, там, Star Wars или, ну, Звездные войны, я имею в виду, кто не смотрел. А так, в целом, смотрите, она очень прикольная штука. Это вот. Кстати, давайте еще сейчас посмотрим ее ночью, как это все светится. А ну-ка. Сейчас фары работают. Да, фары вы можете выключать, получается. Так, пулемет у нас тоже есть. То есть, два пулемета даже. Смотрите, ребята. Стреляет он круто. Интересно, откуда ракеты вылетают. Ракеты тоже оттуда. Вот. Вылетают. Ну, давайте ночью еще посмотрим. Вот сейчас переключимся на ночь. В этом же трейнере. Помогает в этом меню трейнер. Так, включаем ночь, ребята. А ну-ка, сейчас 0 часов. Смотрите, ребята, какое звездное небо у нас. Вот. По поводу этой графики я потом покажу, как ее установить. В целом, смотрите, у нас есть довольно-таки хорошее освещение, получается. Приборные панели вот здесь. Но я ее так не увижу. Вот. Сзади вот это вот. Это такие вот батареи солнечные. Или что это такое вот. Сзади у него поворотники. Ну, у меня нету мода на поворотники, поэтому я включить не смогу. И здесь такого нету, наверное. Ну, а в целом, смотрите, вот есть приборная панель. Вот я сейчас слезу с него. Да, но я когда слез, вот оно погасло все. Интересно. Ну, в принципе, в целом он нормально работает. Так летает. А ну-ка, давайте-ка вот так вот выключим. Если выключить, то тоже смотрится неплохо. Когда вы включаете, вот включаются вот эти вот две передние фары. Смотрите, это как будто какое-то вот лицо какого-то трансформера. Вот эти две передние фары. Очень интересно смотрится. Давайте-ка еще раз на поседок взлетим. Вот, ребята. В принципе, прикольная штука. До звезд мы пока что... Ну, понятное дело, что не долетим. Так, я упал. Бывает и такое. Неудобно приземлился, поэтому... Вот. Ну, сейчас вот... Прикольно то, что он как бы не реагирует на неровности, которые здесь... То есть, он едет как бы над этим всем, над этими всем неровностями. То есть, довольно-таки нормально. А ну-ка, сейчас полетим. Да, ребята. В принципе, можете себе вот так вот летать, играть, стрелять. А ну-ка, я сейчас пулемет... Вот, ракетами постреляю. Да, выглядит это, конечно, эффектно. Плюс еще такое звездное небо. Интересное. Что ж, ребята, я надеюсь, вам понравился этот мод. Вы можете его себе тоже установить таким вот способом. Вот. Если у вас есть какие-то уже файлы с этого видео, которые я показывал при установке, их не обязательно еще раз устанавливать. Поэтому можете просто скопировать себе этот мод, установить его и таким вот способом заспавнить. В принципе, мод хороший. Вот. Апрессор такой, МК-3 даже, возможно. Возможно, в скором времени он появится в новом обновлении GTA-шном. Будет интересно с ним поиграть даже в онлайне. Ну, а вам, если понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ставьте свои лайки, пишите свои комментарии. Ну и до свидания. Всего хорошего.